В прямом эфире новости сейчас в студии Сергей Луговский. Здравствуйте! Привлечение инвестиций, развитие деловой среды и приоритеты в международном сотрудничестве. Сегодня в Удворце независимости прошло совещание президента с правительством. Повестка дня шире внутри белорусских вопросов. Так Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование программы действий по углублению интеграции с Россией. Напомню, дорожные карты у стран должны быть полностью готовы уже через три месяца. А к 2021 году Минск и Москва рассчитывают прийти к единым отраслевым рынкам. Речь не только о нефтегазовом секторе, но и о промышленной продукции, сельхоз и транспортных рынках. В целом спектр вопросов совещания очень широкий. По некоторым ранее предложенным проектам, указывая распоряжение президента проектов закона, я хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы. Очень важно услышать альтернативные позиции для принятия взвешенных решений. Поэтому я пригласил сюда на это совещание традиционное по экономическим вопросам с правительством. Ряд высших должностных лиц, руководителей силовых структур, интересы и их ведомств затрагивают рассматриваемые вопросы. Отдельное внимание на совещание реализации трех крупных инвестпроектов. Это Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, а также новые заводы в Добруши и Шклове. Также Александр Лукашенко поддержал предложение правительства по расширению безвизовых территорий в Гродненской и Брестской областях. Не обошли вниманием и ход уборочной кампании. И сегодня состоялся телефонный разговор главы белорусского государства с узбекским лидером Шавкатом Мерзиёевым. Президенты еще раз подвели итоги состоявшихся накануне переговоров, обсудили ключевые направления сотрудничества, а также вопросы реализации совместных проектов. Шавкат Мерзиёев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом в Узбекистан в любое удобное время. Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга. Сейчас решаются спорные вопросы между операторами связи. Это заявил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган на совещании в Полоцке. Участвуют представители различных министерств и ведомств двух стран, а также сотовые операторы. Мы нашли тот консенсус, который включил те моменты, которые предлагала российская сторона и объединив с теми положениями, которые были проработаны белорусской стороной. Мы готовы и к тому, чтобы снизить одномоментно ставку интерконнекта. Это часть тех затрат, которые входят в стоимость звонка, при условии того, что и операторы рассмотрят свои тарифы для абонентов. Принципиально важная цель – получить комфортный тариф для абонентов. И таковы главные новости к этому часу. О развитии событий расскажем мы в 7 вечера. Редактор субтитров А.Семкин